Приветствую вас, и поскольку проблема, которую вы описываете, является достаточно обширной, то я вам укажу направления, в которых вам нужно работать. Дело в том, что ваше письмо, оно не раскрывает причин того, что с вами произошло. Вы пишете, по сути, о следствии, не уверенности в себе, копания в своем просьбе, ошибки, сомнения, это все следствия, но не их причины. Значит, что касается направлений. Направление два, это комплексы и соотношение вас с обществом, с общественным мнением, с мнением других, и противопоставление себя, я и они. Вы знаете, первое направление, касаемо комплексов, заключается в том, что на протяжении какого-то периода времени, может быть с детства, может быть в результате какого-то происшествия достаточно сильного, эмоционального, у вас появился вот этот вот неуверенный в себе, который мешает вам сейчас за полноценно существовать. Причину комплекса нужно разобрать, отыскав ситуацию, которая и составляет этот комплекс, то есть некая ситуативная составляющая, которая состоит из, значит, некоторых элементов, объединенных эмоциональной окраской ваших эмоций. И когда вы в жизни встречаете некоторый или единственный элемент из этой ситуации, он автоматически запускает эмоциональное переживание. Как определить комплексную ситуацию по ее сути? Вы знаете, когда вы начинаете испытывать неуверенность в себе, когда вы начинаете копаться в себе, когда вы начинаете сомневаться. Вот эта ситуация запускает аффект, сомнение, неуверенность. Ответственно, нужно проследить, когда у вас это началось, и первичную ситуацию найти, отдыхать и как бы заново пережить. Потому что комплексом рассуется еще и в результате того, что человек не выразил должным образом свои переживания. Вот вам нужно заново пережить, и выразив эмоции, и переведя восприятие ситуации из магических и рациональных представлений в рациональную плоскость, реальную, вы и начнете потихонечку избавляться от комплексов. Ну, а с внешней стороны решение проблемы заключается в том, что вы, вам необходимо понять, с чего вы хотите, какие у вас цели, что вам нравится, какие у вас цели, ценности, идеалы. Далее, ставить в себе соответствующие цели, разбивать их на задачи, и задачи выполнять. Соответственно, проблема воли, то есть проблема выбора заключается в том, что вам необходимо учиться концентрировать свое внимание на чем-то, не переключаясь на другие элементы, и расширять свое мотивационное пользование. То есть, по сути, определяет для себя, зачем вам это. Вот работа в этом направлении поможет вам решить проблему комплекса. Как вы понимаете, работа будет достаточно одноплановая, и учиться вниманию процесс достаточно длительный. Поиск изначальной комплексной ситуации и процесс тоже достаточно забратный по времени, но все это вам нужно сделать, если вы хотите избавиться от комплекса. Что касается, значит, противопоставления «я и они», то вы делаете не совсем верный вывод того, что с вами происходит. Дело в том, что нету практически сейчас сопоставления «я и они», и это сопоставление «я и оно», то есть то, что находится внутри вас. Вот вы, как бы, занимаетесь сами в себе. Это ваша проблема. Это не проблема других людей. Это не проблема того, что вас кто-то не может понять. Это, может быть, было раньше, но сейчас это не так. И когда мы уберем внутренние блоки, вам необходимо для себя самой определить, что вы сами хотите, что вам нравится, и учиться идти именно этим путем. Не обращаем внимания на то, как общество реагирует на то, что вы делаете. Потому что недовольные будут всегда. Те, кому не нравится то, что вы делаете, тоже будут всегда. И это не повод продавать свои интересы. Напротив, когда люди недовольны, это означает, что вы делаете правильно то, что вы делаете. Почему? Потому что недовольство – это реакция. И если человек счастлив, подумайте об этом. Если человек счастлив, почему он должен быть недовольным тем, что делает другой человек, незнакомый? Потому что он завидует. Завидует свидетельство о том, что тот, кто воспринимает негатив, не счастлив. У него есть проблемы. И разве такого человека стоит слышать? Конечно, нет. И вот на подобном выводе и нужно строить свою жизнь, свою позицию. Понимать, что вы не нарушаете интересы общества. То есть не выставляя себя во вне любого. Вы при этом подскажите свои интересы. Это очень важно для того, чтобы добиваться своих целей. Далее. Что касается прошлого. То в прошлом, вот в прошлом, копаться вновь вновь станово, переживая свои эмоции, не имеет никакого смысла. Потому что прошлое, оно уже прошло, оно осталось, его нет. Все, что вы можете сделать, это излить какие-то уроки из него, сделать вывод и пополнить свой опыт. Для того, чтобы в будущем никогда таких ошибок не совершать. Но необходимо понять, что в момент принятия решения любого в прошлом, вы не могли поступить иначе, потому что вы находились в ситуации. Вы не могли выйти из нее и посмотреть как бы со стороны на то, что вы делали. Соответственно, вам пришло сделать выбор. И вы его сделали. Потому что так, как это было наиболее приемлемо для вас, когда вы находились в ситуации. Выбор вы сделали, время прошло, вы уже вне ситуации, и вы смотрите на нее извне. И вам кажется, что можно было поступить иначе. И с вашей другой точки зрения, это действительно так. Но проблема в том, что вы уже не в ситуации. Вы уже ни на что не влияете. Вы уже ничего не можете изменить. По сути дела, изменилось ваше отношение к ситуации. Оно стало как бы наблюдательным в большей степени. Вы перестали быть субъектом, соответственно, и другой взгляд. А еще на принятие решения в конкретных ситуациях. Вся ценность. Ценность этого решения. Если ценность большая, то, соответственно, вам хочется поступить как-то наиболее хорошим путем, наиболее творческим путем, наиболее правильным. И в итоге, когда проходит время, ценность падает. И вы понимаете, что поступили, но не верно. То есть, все, что происходит в прошлом, это объективно нормально. И всегда есть о чем пожалеть, в широком смысле слова. И за это мы делали спрос. Но если подумать, проанализировать, то мы ничего не могли изменить на момент принятия решения в прошлом. Вот так примерно вам стоит работать. Безусловно, одной справиться с проблемами такого характера вам будет тяжело. Если не хотите, можете обращаться ко мне в личку, я вам помогу. Если ответ понравился, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Вопросы также можете задать в личку, если у вас какие остались. А на этом, всего доброго. Значит, у нас soup inteiro. Продолжение следует...